Делай мир лучшей силой своего мастерства. Под таким девизом уже в четвертый раз на базе Северного Арктического Федерального Университета проходит отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills. В этом году участниками стали более ста человек. Это студенты вторых-третьих курсов не только высшего, но и среднепрофессионального образования. Очень хочется пожелать всем участникам, всем экспертам интересной и насыщенной недели. Я понимаю, что и те, и другие волнуются, потому что это не только возможность показать себя, оценить себя у экспертов, это возможность оценить, как мы готовим наших студентов к освоению тех или иных компетенций не только WorldSkills, а в принципе компетенций, которые, их будущая профессия, возможность реализовать себя дальше. Отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills впервые стартовал в САФУ в 2017 году. Сегодня в него включены 11 компетенций, 4 из которых представлены впервые, например, кибербезопасность. По данным аналитиков с 2010 года, общий объем цифровых данных в мире вырос в 50 раз. Охота за ценным ресурсом, информацией – главная цель киберпреступников. Поэтому востребованность специалистов, способных разработать методы обнаружения вредоносных программ и обеспечить защиту от хакерских атак, с каждым годом возрастает. Проверить свои знания в этой области предстоит участникам площадки чемпионата кибербезопасность. Суть, в частности, выполнить, так сказать, идею Caption Deflect, с одной стороны, да, то есть у нас есть уязвимые сервисы, да, и ему, как специалисту, надо найти, то есть проанализировать доступный сервис и найти уязвимость. После нахождения уязвимости, естественно, описать отчет, выполнить различные действия, чтобы потом те люди, которые ответственны, ну, как зона их ответственности, они могли, собственно, починить, исправить, установить обновление. С другой стороны, им будет предоставлен лог целой системы после выполнения злоумышленникам каких-то действий, где они по логу должны найти, какие действия злоумышленник сделал, почему это привело к этому, какие сервисы оказались уязвимыми, ну, и дальнейшие, так сказать, действия специалиста, поинтестера, ну, современного специалиста в области безопасности. Анализ и решение сложных задач – то, с чем сталкиваются и участники компетенции лабораторный химический анализ. Специалист данного направления должен иметь не только аналитический склад ума, но и быстросоустойчивым, аккуратным и усидчивым, ведь работа лаборанта химического анализа требует высокой концентрации внимания. Каждый участник будет оцениваться отдельно по тем аспектам, которые он там делает, то есть совершил ли какие-то ошибки при приготовлении растворов, правильно ли он проводил сам анализ, правильно ли он делал схему анализа, то есть по многим факторам, по которым оценится работа, то есть это не конечный результат, а складывается из нескольких различных аспектов его работы, то есть насколько правильно человек проводит вообще химический анализ. Ну и, соответственно, самое главное, насколько правильно он получил результат. На сегодняшний день химическая промышленность входит в число лидеров среди высокотехнологичных отраслей экономики. Химик-аналитик – это важное звено на любом промышленном предприятии. Именно он осуществляет анализ контроля качества сырья и готовой продукции. На площадке лабораторный химический анализ студенты определяли содержание иона хрома-6 в воде. Подобное задание – выразительный пример того, что должен уметь делать учащийся третьего курса специализированного направления подготовки. Вообще этот метод может применяться для того, чтобы как раз таки анализировать хром в любых водах, независимо от того, это может быть вода из-под крана, речная вода или морская. То есть главное – найти хром или не найти. Так как я участвую первый год, было трудно, так как большое волнение, плюс очень много преподавателей смотрят, следят. Это не то, чтобы давит, но есть небольшое напряжение. Боишься ошибиться, сделать что-то не то, и это главная сложность. А так работа, в принципе, понятная и очень интересная, так что всем советую участвовать. Эксперты WorldSkills – сертифицированные специалисты. Именно они оценивают работу участников и следят за ходом чемпионата. Важный ориентир – это время. Здесь не работает принцип овертайма, как, например, в футболе. Жесткий регламент четко ограничивает этапы выполнения модулей. На площадке предпринимательства пять команд представили экспертам свои бизнес-идеи, где надо было рассказать не только о проекте, но и о роли каждого участника в команде, методах, которые были использованы в процессе мозгового штурма. Из множества идей остановиться на одной. Есть идеи, связанные с фермой, есть идеи, связанные с кабинетом, оказывающим психологическую помощь в условиях сегодняшнего дня. Есть у нас идеи по антивирусу для телефонов, российская разработка. Есть идеи по планетарию. То есть очень разнообразные идеи. Команда Александра Елизова представляла проект, связанный с открытием психологического центра в городе Архангельске. Потому что сейчас как раз наблюдается большое повышение тревожности у людей. Сначала это была пандемия, потом ситуация в мире. Многие люди волнуются, переживают, и им нужна соответствующая помощь. В дальнейшем мы этот проект подготовим для нашей дипломной работы, а потом, возможно, и будем воплощать в жизнь пытаться. Другой проект нацелен на дополнительное образование школьников и большой охват потенциальной аудитории. Наш проект – это мобильный планетарий передвижной. Называется «Звездный дом». Его главная уникальность – это то, что он передвижной. Мы можем объездить как всю область, можем даже задеть другие участки. И также уникальность в том, что он единственный будет в Архангельске и в Архангельской области. Он несет с собой не только развлекательную, но также и образовательную какую-то стратегию. Соответственно, у нас не во всех школах преподают, например, астрономию. И, соответственно, дети могут получить подобные знания только, ну, например, благодаря нашему планетарию. И знания таким образом усваиваются намного легче в такой, так сказать, развлекательном… Контексте. Завершил первый день чемпионата по стандартам WorldSkills Софу «Круглый стол», на котором сотрудники университета и эксперты, представители власти и бизнеса обсудили тему развития предпринимательства в Архангельской области в непростых экономических условиях. «Было очень много полезной информации, нужной. Особенность в том, что действительно это прозвучало от лиц, которые являются первоисточником этой информации. То есть это и агентство регионального развития, это и Центр поддержки экспорта, это Торгово-промышленная палата, это, конечно, Министерство экономического развития. И, соответственно, это самая такая ценная информация, которая много вроде как везде, но студенту иногда сложно где-то разобраться во всей этой истории». Было озвучено достаточно много мер поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государства. Это и помощь молодым предпринимателям до 25 лет в виде грантов, и организация образовательных программ, нацеленных на устойчивое развитие бизнес-проектов, оказание поддержки выставочной деятельности с оплатой участия за счет государства, помощь в подготовке различных документов, в том числе платных, которые порой не по карману предпринимателю. Также со стороны образовательного нашего сообщества мы тоже высказали такое большое пожелание, чтобы бизнес шел на взаимодействие с нами, чтобы мы понимали, какие сегодня специалисты нужны бизнесу, какие компетенции необходимы в обязательном порядке сегодня развивать. Впереди еще 4 дня работы отборочного чемпионата СОФУ по стандартам WorldSkills. Решение конкретных теоретических задач и получение новых практических компетенций – это, возможно, главный опыт, который получат студенты в ходе соревнований. Вообще идея WorldSkills – это чтобы практически все направления подготовки, ребята, которые на них обучаются, параллельно с дипломом получали так называемый «скилл-паспорт», который имеет определенные преимущества для работодателя. Анна Щенина, Сергей Земских, Анжелика Долинина, Медиа-центр СОФУ, Арктический мост.